С января 1933 года в деревнях при МТС стали создаваться политотделы, которые возглавлялись, как правило, проверенными людьми из армии и ОГПУ, и хлебозаготовки определялась как часть госналога, не подлежащая пересмотру местными властями. Это было сделано специально, чтобы местные власти не куролесили и не решали свои проблемы за счет местного населения, создавая социальную напряженность. То есть власть прекрасно понимала, что массовые перегибы на местах создают проблемы. И, повторяю, это было сделано для защиты колхозов от местного произвола. Но вышло по принципу Черномырдина. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Дело в том, что в придачу к налогу крестьяне были вынуждены теперь на артур поставками оплачивать услуги МТС. И давайте посмотрим, как реально обстояло дело, что должны были крестьяне, как расходовались крестьянские средства. Запишите, пожалуйста, это реальность. В качестве обязательных поставок колхоз выдавал 25-30% валового продукта. Это были обязательные поставки. Еще 25-30% обязательные поставки. Еще 25-30% сдавались в фонд МТС. Это колхозники оплачивали машино-тракторную станцию. 15% шло в некий общественный фонд. Какая-то часть шла в семенной фонд, фуражный фонд. Фуражный фонд, всем понятно, что такое? Что такое фураж, кто знает? Что? Продовольствие. Продовольствие, но только для скотины. Фураж. На оплату страховых обязательств. Вот то, что оставалось, распределялось по трудодням. Но после этого местные функционеры очень часто, чтобы выслужиться перед районным и областным начальством, изымали часть продукта в разные фонды советской и партийной организаций. На июльском пленуме 1934 года было отмечено, что существует еще 5 миллионов неколлективизированных хозяйств, и что с этим мириться нельзя. В результате в феврале 1935 года неколлективизированных хозяйств осталось только 2%. Но, тем не менее, 2% крестьян у нас так и остались неколлективизированными. Это были единоличники. Их давили специальными налогами. Они были в очень тяжелом положении. Но, как правило, это были очень серьезные, упертые русские мужики, которые вступили в такое личное единоборство системы. Они были не против советской власти, но в колхоз не шли. И, несмотря на все давление, они уперлись. И вот так просуществовали, я помню, так называемых единоличников еще в 70-е годы, оставались люди, которые были не в колхозе. При том, что рост посевных площадей снизился в результате коллективизации на 15% по сравнению с 1928 годом, продукция животноводства составила в 35-м году 60% от 1928 года. Ну, потому что люди порезали скот просто. То есть, удар, нанесенный деревне в 1932-1935 годах, был очень силен. Он был настолько силен, что, запишите, пожалуйста, в 36-м, 40-м годах валовая продукция деревни сохранилась на уровне 24-го, 28-го годов. То есть, 40-й год – это 28-й год. В 40-м году вышли только на уровень 28-го года. И еще очень интересная статистика, которую посчитал наш экономист Ростянников. Запишите ее, она очень интересная. В 1913-м году в крестьянской семье на человека приходилось 16 килограмм мяса в год. Сюда входит не только мясо, сало, вообще мясных продуктов. 16 килограммов в год. В 1926-1927 годах, конец НЭПа, 30-32 килограмма. 32-й год – 12 килограмм, 32-й. 37-й год – 15 килограмм. И к концу 30-х годов деревня вышла на уровень 13-го года, восстановилась. Действительно, коллективизация к концу 30-х годов принесла определенные результаты, но она принесла их на уровень 13-го года. Правда, она решила другие проблемы. Но решила за счет деревни. Вообще, нужно сказать, только в середине 70-х годов, подчеркиваю, в середине 70-х годов, колхозник стал потреблять столько мяса, сколько рабочий в конце 30-х. Вот это реальность. И кто знает, когда колхозникам паспорта выдали? Когда вообще у нас паспортная система была введена? Кто знает? Первый вопрос. Когда была введена паспортная система? Вторая. Когда колхозникам выдали паспорта? В 70-е годы колхозникам. А паспортная система была? В 32-м году. А когда Маяковский написал свое знаменитое стихотворение о советском паспорте? Кто знает? Я на советском паспорте. Да, да, да. Дубликатом бесценного груза. Иосиф Бродский обыграл это. Он написал советский гражданин. Это гражданин, достающий штанин. Вот. Значит, в 29-м году он написал Маяковский стихотворение о советском паспорте. А паспорта ввели в 32-м году. Маяковский о чем писал? О чем Маяковский написал стихотворение о советском паспорте? Гордо. А? В 70-е годы. Не понял, что? В 70-е годы советский паспорт. Нет, нет, нет. Смотрите, паспорт введен в 32-м году. Какая другая? Какая другая? Правильно, правильный ход мысли. Какая может быть другая? Какой может быть другой официальный паспорт? Кроме внутреннего. Внешний. За гран-паспорт. Маяковский очень любил ездить за границу. И когда он писал это стихотворение, это было стихотворение о за гран-паспорте. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.